всем привет дорогие друзья вы на канале зеленое хобби сегодня мы будем опрыскивать деревья будем опрыскивать их бордовской смесью но можно бордовскую жидкость сделать самому эти из нескольких компонентов гашеную извести развести вместе с медным купоросом я вам объясню как все это как развести есть однопроцентный раствор есть двухпроцентный раствор и трехпроцентный раствор из медного купороса и извести трехпроцентным раствором можно будет опрыскивать в самой ранней весной пока еще почки не раскрылись они набухли можно будет это все опрыскать если у вас уже все раскрылось то я бы рекомендовал бы что-то наверное один полтора процента потому что уже как бы может поджечь листву цветоносы ну давайте вам сейчас покажу на деревья какие и заодно покажу деревья как у меня после зимы что произошло съели зайцы не съели поэтому давайте вам покажу вот посмотрите вот такого плана миндаль если вот его опрыскивать трехпроцентном конечно уже все плохо он уже вовсю цветет поэтому нужно конечно его уже таким большим раствором не прескать вот посмотрите если вот персики видите но они уже тоже как бы начинают раскрываться поэтому я немножечко опаздываю но это еще не страшно поэтому мы сейчас все опрыскаем трехпроцентным как бы но полови больше половины бутона закрыты даже если эти пострадают я еще буду делать обрезку тоже подписывайтесь будут показывать как 2 3 год подстригать персики но еще напомню как допустим 1 вот первого годка персика еще даже почки еле-еле появляются тоже будем обрезать а вот уже мои можно сказать персики но они сейчас тоже требуют обрезание стрижку ведь как по-разному говорит как раз здесь видите уже есть хорошие стволовые ветки поэтому сделаем сейчас обрезочку и будет очень все хорошо поэтому в этом году зайцы у меня ничего не съели вернее съели но не то что их не было зайцев зайцы приходили пытались съесть но то что я зайцам оставил в принципе то они можно сказать и съели поэтому вот видите тоже такой хороший но снизу я оставлял вдруг плохо зарастет ранка поэтому нижнюю часть я буду удалять ну вот такой вот персик шикарные вообще персики он миндаль уже тоже не дикий начинает там цвести поэтому все нормально персики требует обрезку но сейчас будем это делать но не в этом видео в другом в этом видео мы будем подстригать его не подстригать а опрыскивать сейчас все бордовской смесью вот посмотрите хотел вам показать видите зайцы вот две веточки я оставил чтобы что-то из них выбрать в следующем году а вот эти я не оставил для зайцев но зайцы как как раз пришли все съели поэтому все нормально зайцы работают обязательно либо известью помазать либо агроволокном возможно в следующем году я буду известью мазать вот здесь большие у меня яблони которые мы осенью сажали взамен съеденных как бы но чтобы типа они догнали основные но в итоге они будут скорее всего выше но тоже сейчас будем в этом году подстригать он посмотрите как шикарно начинает цвести уже абрикосик вот вот такое я бы допустим но два процента можно в принципе бордовской смеси опрыскать потому что у него ведь уже бутончики начинает открываться но скорее всего я много чего буду подрезать поэтому даже если один погибли другие еще закрыты поэтому я фону их троечкой сделаю и будет все хорошо и шикарное поэтому ананасики у него носики абрикосики себя чувствует хорошо даже те которые в прошлом году у меня съели вот они я буду сейчас выбирать но будет такие более низкие но даже может быть с одной стороны будет удобно и уже как бы три ветки есть можно принципе одну центрально оставить вот допустим у этого она как бы неплохое но буду сейчас смотреть подписывайтесь будем подстригать все вам покажу и вот у меня в этом году был эксперименте к такой зимой с инжиром инжир говорят можно сказать он меня замерзал постоянно видите вот это допустим палочка эти это позапрошлого года еще осталось центральная она вся вымерзла а вот веточки вот такие я вот их либо в такие запаковал я смотрю они в принципе все еще зеленые то бишь не померзли вот такой вот интересный вариантик можно делать в принципе когда на открытом но посмотрим как будет дальше это получается скорее всего каждый год не надо будет их так укутывать но посмотрим может быть он когда наберет толщину ствола уже будет меньше но будем экспериментировать поэтому я вот виде куста будет инжир у меня будем смотреть что будет происходить возможно одну ветку буду оставлять и вот такого плана вот они у меня в этом году не померзли хотя морозы были такие же как и в прошлом году но виноград тоже будем сейчас весь подстригать обрезку делать поэтому будет много всего интересного не забываем подписываться на канал а сейчас давайте эти пройдем сейчас я сниму быстренько со всех деревьев агроволокно и начнем готовить бордовскую смесь и расскажу как что готовить чтобы приготовить нам бордовскую жидкость можно использовать вот медный купорос он обычно продается в пакетиках 300 грамм на чтобы получить трехпроцентный раствор и известь данный момент у меня известь не гашеная поэтому мы будем ее гасить давайте приступим для однопроцентного раствора нам надо будет использовать 100 грамм медного купороса так давайте взвесим нам нужно 100 грамм чтобы было все четко чтобы не жить растения вот здесь у меня получилось то там два грамма но в принципе это нормально погрешность весов и все такое для медного купороса нам надо будет использовать горячую воду здесь я уже отлил горячей воды разбавляем сначала в одном литре берем литр он ведь и пар идет горячей воды вот налили литр воды и высыпаем потихонечку 100 грамм медного купороса и размешиваем тщательно размешиваем чтобы не оставалось никаких камушков ведь еще есть камушки но пусть он растворяется а сейчас мы погасим известь известь мы будем гасить 100 грамм но уже в холодной воде добавляем литр воды на однопроцентный раствор надо будет использовать 100 150 грамм можно сказать известия я обычно использую 150 поэтому берем известь также взвешиваем нужно 150 грамм у меня известь не гашеная если у вас будет гашеная то угасить ее будет не обязательно поэтому можно сразу же уже будет разбавлять в нужной пропорции нужная пропорция это грубо говоря 5 литров вам надо будет взять и прям уже в ней разбавить известь я буду в данный момент разбавлять в литре погасим ее и уже будет у нас гашеная известь потом добавим водички также кидаем и все камушки которые есть она сейчас здесь начнется растворяться гасится но это где-нибудь минут 30 надо будет можно сказать подождать так ну давайте подождем я вам расскажу раствор нужно будет сразу же можно сказать как мы его используем подождать часа 23 перед тем как его использовать но многие используют довольно там чуть ли не через час после того как он готов и этот раствор сразу же обрабатываем Я вам говорил, что если у вас уже цветочки расцвели, ни в коем случае уже лучше подождать, когда они отцветут. Если они только начинают набухать, то можно 1-1,5%. Если только у вас почки, то можно 3% раствор. Доза примерно такая. 300 грамм медного купороса на 450 грамм извести негашёной. Если у вас будет гашёная, то 400. Но обычно продаётся негашёная, её нужно погасить, и тогда будет тоже всё в порядке. Только гасите, я вам уже сказал, что в 1 литре гасите, допустим, 150 грамм. Потому что она сейчас начнёт нагреваться, пойдёт процесс гашения, и потом вы уже добавляете 4 литра воды холодной. Всё это опять размешиваете. А с медным купоросом наоборот. В 1 литре 100 грамм медного купороса и в горячей воде обязательно перемешивайте, чтобы все кристаллы полностью ушли и растворились. Смотрите, когда медный купорос у вас полностью растворился в горячей воде, добавлять уже не обязательно будет ещё 4 литра горячей воды. Уже можно будет обычной воды добавить, уже потому что растворение произошло. Дальше, когда у вас всё готово, 2 раствора готовы, начинаем вливать. Только имейте в виду, что мы вливаем не известь в медный купорос, а медный купорос вливаем в известь. Небольшой струйкой и этим помешанным. Сейчас я вам покажу это всё, как я буду делать, когда он будет полностью готов. И у вас получается полностью готовая смесь. Имейте в виду, что смесь, которую вы будете использовать, бордовскую смесь, она получается, вы будете использовать не сегодня, то 5-10 грамм сахара добавьте в неё, потому что процесс не так быстро портился. Но рекомендую разводить, всё-таки я никогда не оставляю. Это просто многие говорят, так что, типа, можно... Я обычно сразу же сделал, пошёл обработал. Не хватило, сделал, пошёл обработал. Я не оставляю на завтра. Но мало ли у кого какие планы, там что-то начали делать, а в итоге надо по какой-то причине уехать. Добавьте 5-10 грамм сахара, и всё будет у вас в порядке. И идите, прыскайте. Ну, давайте сейчас я вам покажу дальше смешивание. Так, ну вот известь уже у меня полтора часа полежала. Но всё равно есть комочки, которые не растворились, но это неважно. Большие растворились, как бы маленькие остались. Как бы это через сито сейчас всё просеем, потому что тут и вон, по ходу дела, вообще камни. Ну, ещё раз перемешивайте вот так вот. И, в принципе, она готова. Что у нас? Посмотрите, медный купорос уже тоже весь растворился. Можно сказать, нету никаких кристалликов. Берём в медный купорос, добавляем ещё 2 литра воды. Ну, даже можно сразу же добавить 4 литра воды. Получается, у нас мы литр добавили, плюс был у нас ещё литр там. Итого мы получаем ровно 5 литров воды. Всё это выливаем. Ещё раз перемешиваем. И то же самое делаем с известенными. И будем сейчас смешивать. Вот такая у нас получается голубоватая, не знаю, как камера передаёт цвет, но такая голубенькая водичка. Ну, вот он полностью у нас растворился. Мы его сейчас отодвинем. И добавляем вызвесть тоже. Уже можно добавлять холодную воду. Ну, вызвесть изначально надо было добавлять холодную воду. Это медный купорос. Надо было добавлять горячую воду, чтобы он растворился. А здесь уже необязательно. И берём, выливаем 2 литра. Тоже получается ровно 5 литров. Там и там 5 литров. Когда мы смешаем всё это, будет у нас раствор на 10 литров воды. И тоже ещё раз перемешиваем. И берём медный купорос ещё раз взмешиваем. И небольшой струечкой вливаем. И всё перемешиваем. У нас такая получается вообще голубая-голубая жидкость красивого цвета. Вот, посмотрите, какая красота. Это у нас получился 1% раствор. Но, чтобы получился там 2 или 3, уже дозу я вам сказал. Можно сказать, на 200 грамм это будет, можно сказать, и 300 грамм извести. 200 купороса это будет 2%, и 300 и 450. Если вы используете гашенную известь, что маловероятно, то вам придётся как бы чуть-чуть поменьше извести. Добавляйте. Там получается один к одному. И всё, у нас вот этот раствор готов. Заливаем. Давайте. Обязательно это всё надо сделать через сито. Потому что там остались маленькие частицы. Чтобы эти все частицы нам не попали в опрыскиватели и его не засорили. Поэтому берём полностью его, переливаем и идём опрыскивать. Проверить наш раствор можно обычной железкой. То бишь мы сейчас его опустим, поменьшаем. Если образуется красный цвет, то это будет переизбыток, можно сказать, медного купороса, что приведёт к гибели многим растениям. Поэтому это допускать не надо. Но, в принципе, мы всё делали по нормам, поэтому должно быть всё в порядке. Но, предположим, производитель неправильно рассчитал дозу медного купороса и положил там его, допустим, в процентном соотношении больше. И поэтому обязательно проверяйте перед тем, как, можно сказать, опрыскивать растения. Можно ещё обычный просто канцелярский нож. Но вот он красного цвета не становится, поэтому здесь переизбытка нет. Но, к тому же, он ещё однопроцентный. Поэтому здесь вообще полностью всё в порядке. Ещё раз перемешиваем и переливаем в наш опрыскиватель, ёмкость там, что у кого как. Ну, у меня обычный такой недорогой опрыскиватель. Но уже такой год служит верой и правдой. Ну, здесь я уже, можно сказать, опрыскивал. Сегодня уже готовил, не хватило. Вот сейчас я ещё хочу долить. И аккуратненько выливаем, обязательно через сито. И помешиваем, потому что вон там осадочек есть небольшой. Поэтому, соответственно, лишнее оно останется в сито. И не засорит наш опрыскиватель. В принципе, приготовление смеси несложное. Но нужно просто дать время. Можно сказать, час. Это как минимум. А то лучше, конечно, вообще часа три. Чтобы он полностью весь растворился. Особенно известь. Можно ещё известь. Допустим, вы собираетесь завтра опрыскивать. Можно известь уже развести заранее. И пусть она, там, допустим, вечером развели. И утром пошли, она уже будет вся растворившаяся. Ну, полностью всё равно не растворится. Останется такой песочек. Но всё равно уже что-то. Закрываем. И идём опрыскивать. Главное, чтобы была как можно безветренная погода. И уже устоявшийся плюс. Поэтому желательно опрыскивать вообще, когда будет на улице плюс 10 градусов. И чтобы в ближайший, там, допустим, денёк и не было дождя. Ну, ладно, идёмте опрыскивать. Так, ну вот у нас жидкость готова уже. Всё. Я её заправил. Теперь можно начать опрыскивать. Как бы я сначала буду опрыскивать трёхпроцентным раствором деревья, которые ещё не открылись цветоносцы. Которые уже открылись цветоносцы, я буду однопроцентным раствором делать. Поэтому, когда опрыскиваете, смотрите, чтобы ветер дул не на вас, а получается от вас. А то всё полетит к вам в лицо. Соответственно, я одел куртку, чтобы лишний раз там на руки никуда не летело. Можно даже, в принципе, чтобы не летело дальше, одеть ещё и капюшоны. Как бы, потому что это всё будет очень сильно разлетаться. И обязательно, ну, ветер дует сейчас на меня, я просто стою, чтобы было видно. И начинаем опрыскивание. Полностью вот так вот берём, всё дерево опрыскиваем. Видите, струя идёт от меня. И у нас получается такая синяя-голубая жидкость падает на деревья. Всё, вот это мы дерево опрыскали. И идём как бы к следующему. Но здесь у меня маленькая, поэтому я маленькая по-быстрому. Вот так вот. Можно, в принципе, вокруг ещё земельки. Ну и вот так вот, в таком варианте полностью опрыскиваем деревья. Пока они ещё не распустились. Лучше, конечно, всего вот такого плана, где вообще ещё почки не пошли, опрыскать. А ещё желательно опрыскивать осенью. Ну, осенью я вам покажу. Ну вот, я весь свой огород опрыскал. Прошло, конечно, уже много времени. Уже начало вечереть. На этом я заканчиваю видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. У меня есть Дзен, Ютуб, Контакт и Телеграм. Поэтому будет много чего интересного. Сейчас мы будем делать обрезку персиков. Потом будем черешню обрезать. Ну, все яблони, груши. Короче, будет много всего. Поэтому подписывайтесь и не забывайте ставить лайки. Всё, ребят. Всем спасибо, всем пока. С вами был Михаил. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok